Я так часто вижу молодых блогеров, и они мешают им набрать просмотры на YouTube. Первое, конечно, это картинки для видео. Это вечная сложная тема. Многие авторы не делают свои превью такими, чтобы их было легко узнать рядом с чужими роликами. Из-за этого теряют сотни и тысячи просмотров. Это очень важно, когда кто-то смотрит одно видео, одно из ваших видео, и оно ему понравилось, и при этом он видит ролики в списке на боковой панели рекомендованные, и он легко может узнать именно вас, тогда шансы, что он кликнет на это видео, будут значительно выше. Если превью невнятное, много деталей или нет просто связи с вашим каналом, то кликать на него будут плохо, и оно будет попадать в рекомендованные все реже. И очень простой способ исправить это. Добавить графический элемент к вашему превью, что-то символичное и простое, что сделает картинку легко узнаваемой для зрителя. Иногда это уголок или квадрат в углу, а их превью вы увидите бородатое лицо в кепке. Думаю, оно вам уже запомнилось. Также вы можете использовать постоянно одни и те же шрифты, и они тоже повышают узнаваемость. Как вы знаете, YouTube это место, где у зрителя постоянно рассредоточено внимание, и он все время отвлекается на яркие превью рядом с роликом, который смотрит. Но если ваше видео ему зашло, то он будет отвлекаться и на ваши превью, поэтому так важно сделать их узнаваемыми. Второе. Многие наступают на эти грабли. Знаете, когда мне в комментариях пишут, «Эй, посмотри мой канал, посмотри мои видео, канал не растет, что же я делаю не так?» Перед тем, как предложить взять консультацию, я просто захожу на этот канал и вижу там регулярно одно и то же. Чаще всего начинающие авторы вообще не думают, как попасть в поиск YouTube'а и делают оптимизацию неправильной. Из-за этого новые зрители ну просто не могут никак найти такие каналы. А для начинающих авторов обычно легче попасть в поиск, чем в рекомендованные. Есть еще одна вещь, которую я вижу на каналах, это то, что они оптимизируют свое видео вокруг одного ключевого слова и неправильно прописывают теги, иногда даже путая их с хэштегами. И канал может быть вполне интересный, оригинальный, но у них нет до сих пор вид IQ и TubeBuddy, они не научились ими пользоваться. А в тегах и в описании вместо сложных поисковых фраз такие авторы пишут непонятно что. Если вы делаете канал о спортивных упражнениях и у вас ключевое слово «тренировка», проследите, какая конкуренция в TubeBuddy по похожим поисковым запросам из двух, трех, четырех слов. Если это будет домашняя тренировка или тренировка для мужчин, то маленькому каналу будет значительно легче попасть в поиск по такому запросу, потому что там не будет такой конкуренции. И эту фразу вы можете целиком поставить в заголовок, чтобы еще усилить свои шансы попадания в поиск. Ошибка номер три. Когда выходит новое видео, вам надо максимально быстро привлечь к нему зрителей. Думаю, вы об этом знаете. И многие делятся своими видео в группах ВКонтакте и Фейсбуке. Взаимопиар, обмен просмотрами. То есть люди ждут, что кто-то посмотрит их видео, а они посмотрят видео других начинающих авторов. В таких группах по 20 новых видео за день. Каждая длится по 10 минут. И получается три часа времени. Неужели кто-то думает, что кто-то другой смотрит это? Забудьте про взаимопиар на Ютубе навсегда. Максимум, люди открывают и закрывают такие ролики, и удержание аудитории падает. Они посылают негативные сигналы Ютуб-алгоритмам. То есть ролик нашли, а смотреть не стали.